В Чувашии в преддверии Дня Семьи Любви и Верности честовали супругов, которых объединяет не только любовь, но и полицейская служба. Сложно ли трудиться в одной сфере и при этом строить семью? Смотрите далее. Я, близко, всех поздравляю. Вас огромное вам спасибо за то, что вы служите друг друга, за то, что вы служите и прославляете наше министерство. Честование полицейских семей прошло в уютной атмосфере Национального музея республики. Обращаясь к супругам в погонах, генерал-майор полиции Виктор Шметков, представители общественного совета при министерстве митрополит Саватий и Олег Степанов отметили важность каждой семьи в построении целостности государства. В зале собрались без преувеличения лучшие пары МВД. Полковник полиции Андрей Думилин и его супруга, подполковник полиции Татьяна Думилина, в прошлом году отметили 25-летие супружеской жизни. Супруги вместе со школьной скамьи. Оба участники боевых действий в Северокавказском регионе. В дружной полицейской семье воспитываются трое детей. Сотрудники отдела МВД России по Козловскому району Владимир и Светлана Кудрышовы познакомились на службе. В этом году они отмечают 14-ю годовщину со дня свадьбы. Кудрышовы воспитывают троих детей. Сотрудники отдела МВД России по Мариинско-Пасадскому району Андрей Николаев и его супруга Ирина Петрова тоже впервые увиделись на службе. Отношения узаконили в 2015 году. В их дружной семье растут трое детей. Среди участников мероприятия были еще совсем молодые семьи, которые в этом году отмечают первую годовщину свадьбы. Сотрудники УМВД России по городу Чебоксары, младшие сержанты полиции Влад и Екатерина Зуевы зачислены в ряды стражей порядка одним приказом 29 августа 2022 года. Глава семьи служит в изоляторе временного содержания, а его супруга в службе 02 Центра управления нарядами. Для следующей пары местом встречи стал Казанский юридический институт МВД России. Уроженцы Чебоксар Владислав и Екатерина Ядревановы начали встречаться, будучи курсантами, а год назад узаконили свои отношения. Сейчас глава семьи служит в УМВД России по городу Чебоксары. А супруга оканчивает учебу и планирует в этом году поступить на службу в МВД по Чувашской республике. Мероприятие завершилось экскурсией по залам музея.